Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь. Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о православной моде. Чтобы создать семью, надо понравиться хотя бы одному человеку противоположного пола. А для этого надо быть красивым и, чтобы быть красивым, надо модно одеваться. Сегодня мы покажем несколько моделей мужской и женской одежды для разных ситуаций. Модных в современной православной субкультуре. Женские модели будет показывать Лена Магадан. Мужскую одежду будет демонстрировать Колян Платков. Наша коллекция называется «Платочка-терапия. Уныние-2019». И подобрана она с юмором. Первая модель называется «Платочка-лица. Платочка-личная». Название происходит от аксессуара, который носит благочестивая женщина на голове. И о необходимости этого аксессуара периодически возникают горячие споры. Широкая длинная юбка и какой-нибудь верт с длинным рукавом и маленьким вырезом. Обязательно на голове платочек или иной платочка-заменитель. В таком наряде можно посещать как богослужения в храме, так и церковно-приходские мероприятия. Присутствует патриотическая или христианская атрибутика, а также цветовая гамма согласно богослужебному календарю под свет облачения священников. Термин «Платочковица» впервые употребил Колян Платков в стихотворении про любовь программиста и певчей из церковного хора. Следующая модель называется «Прихожан». Основана на модели платочковичная платочковица, но дополнена многокарманистой жилеткой, в которой хранятся необходимые в храме предметы, такие как телефон, деньги, документы, автоаппарат. То есть те предметы, которые необходимо держать при себе, так как в некоторых православных храмах действует христианская заповедь. «Не укради!» и скрываем стенку, усмирился, усмирился. Вследующая модель называется «Платочковица» Бесплатная То есть без платка Отличается от модели платочковица Платочковичная Отсутствием головного платка Такой стиль замечательно подходит Для различных церковно-приходских мероприятий Проходящих во внеблагослужебное время Также существуют другие названия этой модели Платочковица простоволосая Платочковица пустоголовая И платочковица в невидимом платочке Я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех Я хуже всех, я хуже всех Да, 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 да Следующая модель называется Платочковица не платочковичная В отличие от платочковичной платочковицы Здесь присутствуют небольшие нарушения православного дресс-кода Из-за которой у женщины могут возникнуть проблемы с платочкой юбочным дозором При посещении монастыря строгого режима Простите, при посещении монастыря со строгим уставом К таким нарушениям дресс-кода относятся короткие рукава, открытые плечи, глубокий вырез или разрез на юбке Обычно так одеваются женщины, которые хотят одеться согласно православному дресс-коду, но не имеют подходящей одежды Или же просто на улице стоит жаркая погода Молиться, поститься, ни с кем не разговаривать, только знать духовника, келью и все Келью и все И не смей пить Читайте вот эти люди, и не думай ни о чем И не думай ни о чем Следующая модель называется Я просто мимо шла и в храм зашла Эта модель демонстрирует использование различных подручных платочка-заменителей и юбка-заменителей Я всегда готов Я всегда готов Политься, поститься и слушать 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 Бабюра Бабюра Слушать Бабюра О мужской моде Базовая модель называется Трудник Какие-нибудь брюки какой-нибудь вверх Без постоянно отрывающихся пуговиц И обязательно Кожаный ремень с молитвой Особенно модный Цвета Черный и камуфляжный Идеально подходит Как для богослужения Так и для любых церковно-приходских мероприятий Слушать Бабюра 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 Нужно слушать Бабюра 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 к модели трудник многокарманистые жилетки, которые находятся необходимые во время посещения храма вещи, которые необходимо держать при себе по причине того, что в православных храмах иногда, увы, не работает христианская заповедь не украдить. Модель православных, что означает православный активист, футболка с надписью и какие-нибудь штаны. Очень модно, если надпись призывает к запрету абортов. Замечательно подходит ситуация, когда не знаешь, что надеть. Помните, надпись на вашей футболке может кому-то не понравиться, и тогда ваш облик будет украшен подглазным паналем. Субтитры создавал DimaTorzok Пока мы показывали повседневную одежду, а теперь будем показывать праздничную одежду. Итак, псевдорусский сарафан. Идеально подходит как для выступления на сцене, так и для посещения церковно-прикадских мероприятий. Я всегда готов спаститься и слушать радио-радоше. Нужно слушать радио-радоше. Да, да. Слушать радио-радоше. Слушать радио-радоше. Длинное широкое платье – идеальное решение для отдыха на природе и для паломнических поездок. Чтобы уменьшить износ платья от ношения рюкзака, поверх платья надевается жилетка из плотной ткани. Продолжение следует... Длинное закрытое концертное платье – отличное решение для выступлений на сцене, а также для торжественных церковно-общественных мероприятий. Проходит самый строгий православный дресс-код. Но самое главное, что под него можно надеть белье, не то, которое красивое, но то, которое удобное. Нужно слушать радио-радоше. И целую обстелку смириться. Я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех. Да, да. Слушать радио-радоше. Длинное строгое платье – это универсальное решение на все случаи как православной, так и светской жизни. Длинное строгое платье – это универсальное решение. Просто длинное белое платье, на которое нашили еще дополнительное кружево и добавили соответствующий аксессуар для самого приятного события в жизни. Я всегда готов молиться, поститься и слушать радио-радоше. Нужно слушать радио-радоше. Слушать радио-радоше. На, на, слушать радио-радоше. А теперь снова мужская одежда. Классический строгий костюм отлично подходит как для церковных, так и для светских мероприятий, а также для выступления на сцене. Но самое главное – назначение такого костюма – участие в танце и венчании. Классический галстук в православной субкультуре получил название «удавка иуды», поэтому не вводит. Однако православная субкультура не против галстука типа «бабочка». Вероятно, такой галстук ассоциируется с райом. Я хуже всех, 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 я Отлично подходит для светских и церковных торжественных мероприятий, а также для повседневного ношения, состоит из выстиранной и выглаженной рубашки и таких же идеальных брюк. Без регулярного ухода путем стирки иглажки автоматически превращается в костюм-холостяк. Костюм православный интеллигент состоит из красивого пиджака и совершенно не подходящих к нему по фасону брюк. Отлично подходит для чтения докладов за трибуной, а также для ведения видеоблога. Я всегда готов молиться, поститься и слушать Радио Радонеж. Надо поститься, молиться и слушать Радио Радонеж. Радио Радонеж. Радио Радонеж Надо слушать Радио Радонеж Надо слушать Радио Радонеж Надо слушать Радио Радонеж Севдорусская рвашка-косоворотка Отлично подходит Для выступления на сцене И церковно-приходских мероприятий Обязательно носится на выпуск И подпоясывается Куском веревки Особенно модно Среди православных мыслителей Считающих, что раньше все было лучше Так как никто не знает Какие штаны носились в эпоху Когда косоворотка Была повседневной одеждой То отлично сочетается С любыми штанами Если штаны камуфляжные То костюм сочетает в себе Два модных Православной субкультуре направления Сталину и патриотизм И снова поговорим о женской одессе Длинное черное вечернее платье Отличный вариант Как для светского Так и для церковного Праздничного мероприятия Особый дизайн платья Скрывает недостатки фигуры Которые Не получается устранить Потому что по мнению Многих священников Занятие йогой грех А по мнению многих женщин Имеющих избыточный вес Заниматься лечебной физкультурой И мне когда И церковь обстел Смелюсь Я хуже всех Я хуже всех Я хуже всех Болеро с длинным рукавом Отличное дополнение К открытому вечернему платью Обеспечивает не только Совместимость с суровым Православным дресс-кодом Но и прекрасно согревает Во время сурового Русского проветривания Помещения Я всегда готов Молиться, поститься И слушать Брайдю Равныш Слушать Брайдю Равныш Брайдю Равныш Слушать Брайдю Равныш Открытое короткое платье Для романтического вечера С любимым человеком Платье хоть и открытое Но скрывает Очень несимпатичную фигню Которую некоторые женщины Носят на шее На еще более несимпатичном Шнурке И называют термином Святынька Я всегда готов Молиться, поститься И слушать Брайдю Равныш Можно слушать Брайдю Равныш Брайдю Равныш Слушать Брайдю Равныш Брайдю Равныш Маленькое черное платье для романтического вечера с любимым человеком, который имеет прекрасную привычку дарить ювелирные украшения своей возлюбленной. Декольте в платье достаточно большое, чтобы в нем свободно разместились любые носимые на шее ювелирные изделия. В то же время выезд на платье не слишком велик, что обеспечивает платью отличную аппаратную совместимость с большинством устройств поддержки системы сисек под названием Бюстгастер. Длинное платье для повседневного ношения с большими глубокими карманами освобождает женщину от необходимости иметь при себе очень неудобный аксессуар – дамскую сумку и тем самым обеспечивая женщине еще большую свободу и мобильность. Платье отлично соответствует правосланному дресс-коду и совместимо с самым некрасивым, но при этом самым удобным нижним бельем. Расцветка платья взята у красивого и грациозного животного, тем самым символизирует качества, которыми должна обладать любая женщина и в особенности православная женщина. Это последняя модель в коллекции «Платочка терапия уныния-2019» от Коляна Платкова и Лены Магадан. Взять руки четкие, ничего не есть, не пить, только ходить в церковь, молиться, поститься, ни с кем не разговаривать, только знать духовника, гелию и все. И не смей пить лучше. Что я тебе говорю? Я не думаю ни о чем. Я не думаю ни о чем. Ой. И в заключении небольшой комментарий. Мы показали модели одежды, модные в православной субкультуре. Сейчас термином «православие» называется как «религия», так и «субкультура». Религия и субкультура – это не одно и то же. Субкультура – это те, кто отличаются своим внешним видом и своим поведением от преобладающей части общества. А религию отличает система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное. И вот наши модели, они характерны именно для субкультуры православной, для России с начала 21 века. На этом мы прощаемся с вами. До свидания. Подписывайтесь на канал Платочия. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До свидания.